Приветствую вас, жители Земли! Это канал Мапзорка и меня зовут Настя. Здесь я рассказываю про игры, которые привлекли мое внимание или давно поселились у меня на телефоне. В октябре 2023 года вышла глобальная версия китайской игры Reverse 1999. Стратегическое RPG, где стратегия это необходимость правильно распорядиться карточками умений персонажей. Помимо версии для телефона есть клиент для компьютера. Игра не сильно требовательно пойдет даже на тестере, я так думаю. Единственный минус для нас это отсутствие русского языка. Но на официальном дискорд канале есть русский раздел и есть гайды на русском, но в основном все говорят, что русского языка не добавят. Хоть и есть два русских персонажа даже с русским текстом и озвучиванием. По сюжету в 1999 году мир обратился вспять. Произошло явление под названием шторм, который начался с того, что дождь пошел вверх. Целые десятилетия стираются в этом шторме и только здания организации под названием основания не тронуты им. Данная организация набирает одаренных детей, причем детей органистов. Тех, кто обладает некими мистическими силами и воспитывается а-ля промывает мозги в школе главной защиты человечества. Оттуда и вышло несколько главных героев. Мы управляем таймкипером, хранителем времени. Один из первых персонажей, которые не исчезают во время шторма. Она ищет свою мать и тех, кто не сойдет с ума, когда приходит шторм. Но при этом органистическими силами вроде как не владеет. Помимо известных нам вещей и событий в игре, есть мифические существа и работают неработающие в реальности законы. Чего стоит гениальный 13-летний алхимик Леди Сотеби, которая мешает порошок рога-единорога и прочие алхимические вещества для зелья, которые заставят ваш живот сиять весь день. Ну, атмосфера, визуал, музыкальное сопровождение и озвучивание персонажей на нескольких языках. Все это очень прекрасно исполнено и просто находиться в игре приносит удовольствие. Помимо сюжета, как и в Геншин Импакт, основное занятие здесь это собирать персонажей. У них есть два типа урона, ментальный и реалистичный. Есть еще и истинный урон, по крайней мере так я его перевожу, генезис урон. Но он есть только у некоторых персонажей и идет в дополнение к основному с множителем от какого-либо параметра. Также есть шесть элементов персонажей. Минерал, зверь, растение, звезда, дух и интеллект. Но достаточно легко ориентироваться по цветам и назвать привычными вам именами. Вода, огонь, земля, дерево, свет и тень. Ну, как вариант. Звездность персонажей составляет от трех до шести звезд. Стандартная команда на этапе составляет три персонажа. Обычно это персонаж, который наносит урон, саппорт, накладывающий положительные или отрицательные эффекты. И персонаж, который помогает команде выживать. Это может быть как лекарь, так и персонаж с щитами. Так что помимо добычи персонажей, надо учиться еще и правильно команду составлять. К тому же не все трехзвездные персонажи бесполезны. Самое главное это, что таких персонажей легко сделать. Они требуют меньше ресурсов для раскачки. И часто могут быть не только саппортами и лекарями, но и персонажами, которые наносят урон. И очень полезны для экономии ресурсов на ранних этапах игры. Есть даже гайд на тему, что надо качать в первую очередь. То есть, вроде персонаж, наносящий урон такого-то уровня резонанса, инсайта, после чего персонажа поддержки поднимать до определенного уровня. Потом опять урончик, а потом вообще вторую команду делать. Начать по той же схеме. Ресурсов в игре, конечно же, мало. И еще меньше, если вы играете без доната. Мало того, что сначала надо персонажа до 30 уровня поднять, так после инсайта, который увеличивает базовые характеристики и добавляет новые способности, вам снова придется с первого уровня качать этого персонажа. Но теперь до 40 уровня. И потом будет еще второй инсайд и третий. Но я видела, что на ютубе есть ролики в стиле, какого персонажа тянуть и качать. Так что, кому не эти производят гайды, стоит поискать. Здесь как раз и пригодятся трехзвездные или четырехзвездные персонажи, потому что стоимость одного уровня персонажа трехзвезд меньше, чем у персонажа шести звезд. Донат будет вполне знаком тем, кто знаком с ним в Геншине. Но, возможно, у всех в Китае такие расценки, я не знаю. 500 рублей стоит местная луна. Это месячный пакет. Сразу дает 300 донатных алмазов и каждый день дает по 90 алмазов. Дополнительно в день вы получаете леденец, который в инвентаре будет лежать около 7 дней. Активировав этот леденец, вы получите 60 активностей. Местная стамина для захода на уровне. А стамины тут, по ощущениям, не хватает очень сильно. Поначалу, конечно же, заваливают, но потом приходится ждать. Боевой пропуск, самая базовая версия, стоит 999 рублей. На 100 рублей дороже, чем в Геншине. Но, конечно же, дает чуть больше материалов, костюм на персонажа и дополнительные призывы. Предметы для инсайта и улучшения местного оружия. Про пси-кубов, кстати, могу рассказать, что есть каждый день два захода на этап для фарма материалов для покупки пси-кубов и их прокачки. Обязательно делайте эти два этапа каждый день. Потом будут в магазин добавляться новые 6-звездные оружия, пси-кубы, да? И в ивентах тоже дают пси-кубы. Давайте теперь поговорим о добыче персонажей и сравним с Геншин импакт. Один призыв стоит 180 алмазов. Пити на 70 призыве. При этом есть софт Пити. Если на 60 призыве вы не получили 6-звездного персонажа, то каждый следующий призыв увеличивает шанс с 1,5% до 4%. И каждый последующий призыв увеличивает шанс на 2,5%. Также есть 50 на 50. Если 6-звездный персонаж из баннера выпал не тот, на который сейчас баннер, то в следующие 70 призывов 100% уводит персонаж из баннера. Это Пити переносится на следующие баннеры, которые обычно идут по 2 недели, но в этом я 100% не уверена. И самое главное, все ивентовые персонажи спустя 2 патча переносятся в стандартный баннер. А значит всегда есть шанс добыть копии нужных персонажей. Также я поняла, что у стандарта будут повышенные шансы меняться на других персонажей раз в какое-то время. Но также 100% за эту информацию не ручаюсь. И кстати, 70 призывов по 180 дешевле геншиновского 90 призывов по 160. К тому же, выполняя ежедневные задания, вы за 2 дня уже накопите на один призыв. В том же геншине это происходит на третий день ежедневных заданий. А за месяц ежедневных заданий в реверсе вы получаете ровно 15 призывов. Помимо ежедневных есть дополнительные задания. Местная бездна и награды за ежедневный вход. За все это в месяц получается около 24 призывов. И в магазине ежемесячно можно купить 10. Итого 34 призыва в месяц. В геншине за месяц ежедневных заданий, плюс бездна, плюс магазин раз в месяц, вы получаете только 24 призыва в ивент, плюс 5 в стандарт. Итого 29. Правда вот беда. Играя жестоко к фритюплей игрокам, и целиком выполнить бездну в реверсе сможете очень нескоро. Примерно 6-7 этажи Лимбо это стена для фритюплей игроков. Так что рекомендую не особо думать о бездне Лимбо, то бишь в первые полгода год. В конце ноября 2023 добавят второй эндгейм контент UTTU. Как расшифровывается, фиг знает. Также тоже состоит из обычных этапов сюжетных, их 20 и 10, которые меняются раз в какое-то время. И они особенно сложные. В данном контенте вы проходите этапы, они открывают вашим персонажам слоты для особых карт. Всего персонаж может экипировать две карты. Также есть карты для вертин. Есть этапы для фарма карт, которые могут быть разные редкости. И если судить по гайду, они могут быть поделены на группы, такие как бонус ульты, бонус атак, взрывной урон или дополнительные очки действия. Судя по картинке, в основном в наградах будут материалы для резонанса и инсайта. Плюс костюм, что ли, непонятно. Но и это еще не все. В китайской версии 1.4 добавили еще один контент. Рейд-боссы. Огромные бандуры, которым надо нанести за определенное количество ходов кучу урона и получить SSS рейтинг. В рейде может участвовать 4 персонажа. Что же в итоге? Если у вас нет проблем с английским языком, нет проблем с терпением и есть желание проводить время в этой игре, то рекомендую. В целом, с определенного момента желание играть в игру может поубавиться из-за очень малого количества ресурсов для прокачки всех желаемых персонажей. А у меня на этом все. Всем хорошей игры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok